Ежегодно в Кашхабльском районе проводятся общественные сходы граждан, в которых активно обсуждаются важные проблемы и вопросы, связанные с жизнедеятельностью поселения. Эти мероприятия включают участие администрации района, представителей правоохранительных органов, старейшин, депутатов и обочных жителей, которые играют важную роль в принятии решения по текущим вопросам. В этом году первый сход граждан начался с Кашхабльского поселения. Глава поселения выступил с докладом, рассказав о проделанной работе за 9 месяцев текущего года. В своем выступлении он представил полную картину жизни в поселении, охватывая реализованные проекты и достижения. Это позволило жителям получить полное представление о проделанной работе и текущей ситуации. Приоритетным направлением в деятельности администрации сельского поселения является исполнение полномочий, которые определены статьей 14 федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и законом Республики Адыгея 18-12-14 года номер 359 о закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения, устава муниципального образования Кашхабльского сельского поселения. Хочется перейти к отчету о проделанной работе за 9 месяцев 2023 года. На содержание и ремонт дорог местного значения израсходовано 2 миллиона 377 тысяч рублей, в том числе и освещение. За 9 месяцев 2023 года оплата за электроэнергию освещения территории поселения составила 992 тысячи. Произведен ремонт дороги по улице Прямой после замены ветвих сетей и газопровода. Сумма затрачечных средств составила 370 тысяч рублей. Произведен строительство уличного освещения по улице Архитектурной. Сумма затраченных средств составила 211 тысяч рублей. Установлены дорожные знаки по улицам Советская, Кургана и Степная в количестве 57 знаков. Сумма затраченных средств составила 290 тысяч рублей. Расчистка автомобильных дорог местного значения от снега. Сумма затраченных средств составила 373 тысяч рублей. В сфере коммунального хозяйства израсходовано 733 тысяч рублей. Построены дренажные колодцы в центральной части аула на сумму 424 тысячи рублей, что позволило решить проблему по отводу источных вод. Этот вопрос подподнимался на прошлом сходе граждан. Материальная помощь главы в соответствии с решением Совета народных депутатов о показании единовременной адресно-социальной помощи отдельным категориям граждан администрация за 9 месяцев 2023 года оказала единовременную помощь 33 гражданам на сумму 638 тысяч рублей. С 2018 года в соответствии с решением Совета народных депутатов в юбилеарам Дексикшен возраста 80 лет и более оказывается материальное пообщение к юбилею. За 9 месяцев текущего года 33 юбилеара сельского поселения получили поощрение на сумму 165 тысяч рублей. В рамках программы социальной поддержки граждан приобретены подарочные наборы с семьями, у которых наборожденные дети, на сумму 35 тысяч рублей. В сфере культуры проведены следующие мероприятия. Приняли участие в празднике День знаний. Вместе с коллегами из администрации посетили летний лагерь. Мы стараемся всегда посещать такие мероприятия. Нас интересует все, что происходит у нас в поселении. Хорошие события, грандиозные, можно сказать. Совместно с администрацией муниципального образования Кашкабльский район в период с 16 по 17 сентября текущего года приняли участие в фестивале Адыгейского сыра, где наш район занял почетное первое место в номинации «Лучшее подворье». Это самый главный приз был. Важным событием в культурной жизни аула стало присвоение звания «Почетный житель аула Кашкабль» народному артисту России Зейхову Заврубию Хатутовичу. В сфере физической культуры и спорта произведены следующие мероприятия. В феврале проведен ежегодный турнир имени Кушкова Скаблия Даблетовича по бильярду, который традиционно собирает многих любителей этого вида спорта. Сельское поселение приняло участие в проведении турнира по футболу в памяти нашего земляка, нашего старшего товарища Азамата Геронокова. Был проведен турнир по тяжелой атлетике в памяти Дегаштара. Турнир по мини-футболу на призыглой головы Кашкабльского сельского поселения. У нас есть такой благотворительный фонд «Сделаем вместе» Республики Адыгея, который принимал участие в ликвидации паводков, когда у нас были паводки в районе. Помимо этого они посильную помощь оказывают, часто созваниваются, многие об этом не знают, но они звонят, спрашивают, приезжают, привозят продукты для малоимущих. С этим фондом совместно с Духовным управлением Мусульманной Республики Адыгея и Краснодарского края проведен открытый благотворительный турнир по настольному теннису у нас в здании ФОКа. Все вырученные средства с турнира потрачены на помощь семям, проживающим на территории сельского поселения. В октябре месяце проведен турнир имени главы сельского поселения по дзидо среди школьников в комплексе «Самбо и дзидо». Подводя итоги сферы физкультуры, спорта и дзидо, здесь видно, что в докладе, что сельское поселение активно участвует в спортивной составляющей нашего поселения. Хотелось бы также выделить результаты проделанной работы в следующих приоритетных направлениях. Благодаря поддержке главы республики Адыгея, администрации Кашкабрского района, главы администрации района Заура Адыгея, принимаем участие в программах, реализуемых Российской Федерацией и Республикой Адыгея. Так, в 2023 году приняли участие в государственной программе Республики Адыгея формирования комфортной городской среды на 2018 и 2024 годы. На территории Кашкабрского сельского поселения проводены работы в Центральном парке, где уложена тротуарная плитка на площади 482 квадратных метра. Сумма проекта составила 1 337 000. Также по программе «Инициативное бюджетирование Министерства финансов Республики Адыгея» построен тротуар по улице Спортивного, улика Шкабр. Произведена замена фонарей, уличного освещения на современные энергозаперегающие. Установлен остановочный павильон возле школы номер 1, где школьный автобус у нас останавливается для детей. Сбонтированной системой видеонаблюдения установлены парковые скамейки. Также сейчас планируется высадка саженцев. Общая сумма затрат составила 2 550 000 рублей, из которых 2 миллиона – это средства Министерства финансов Республики Адыгея, 350 000 – это бюджет сельского поселения, а также 200 000 рублей – это денежный вклад жителей аула нашего поселения. В текущем году администрации поселения и жителей районного центра было организовано и проведено 6 субботников по санитарной очистке территории. Силами работников в бюджетной сфере было проведено 11 чистых штургов, ликвидировано 5 несанкционированных свалок, твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Затем представитель полиции выступил, рассказав об обстановке в поселении в сфере преступности. Участковый полномоченный проинформировал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и сокращению преступности. За отчетный период этого года на территории нашего поселения было совершено 37 преступлений. Одно из них остается нераскрытое. По статье 159 мошенничество, совершенное с использованием телекоммуникационных технологий. Вопрос по преступлениям, связанным с мошенничествами, очень устро стоит. Все сотрудники отдела, фактически не только наземную службу, проводят регулярные беседы с гражданами, вручают памятки, осторожно мошенники. Эта работа продолжалась и будет, я так понимаю, продолжаться, пока у нас будут оставаться такие факты. В 2023 году выявлено 367 правонарушений различной направленности, в том числе по линии участковых полномоченных полиции 120, патрульно-постовой службы 226, по делам несовершеннолетних 9. У нас уменьшилось количество являемых правонарушений по линии ППС. Это правонарушения, чтобы было понятно, которые являют наружные службы, состояние обвинения, нарушение миграционного учета. Но и лично за 10 месяцев этого года было раскрыто 11 преступлений, 2 кражи, 1 мошенничество. На постоянной основе сотрудниками проводится разъяснительная работа информационного характера с гражданами. Я опять хочу повториться по поводу мошеннических действий. На самом деле очень серьезная проблема, поэтому будьте, пожалуйста, все очень внимательны. Все поступившие вопросы жителей были внимательно высушены, а на них были даны полные и подробные ответы. Завершая сход, глава района подчеркнул важность таких мероприятий, где представители власти встречаются с гражданами. Он выразил благодарность всем за активное участие и подчеркнул, что совместными усилиями можно создать лучшие условия жизни для всех жителей района. Заур Хамирзов представил планы администрации, которые направлены на решение актуальных проблем в поселении.